Набережную Возобновление стройки на Виноградово-7 Валентина Романова воспринимает как личную боль Женщина говорит Неужели мы, ветераны, заслужили такого отношения Нас и так ни в чем не слышат Как мы живем, никого не беспокоит Столб напротив нашего подъезда А света нету Зато Москва сияет Этот мост Свинопарк А у нас нету Меня беспокоит эта стройка То, что я родилась и выросла на Маяковского 1 И мы ходили с детьми на речку А сейчас реки нету Никто не ходит на нее Все загажено Должен быть приречный район Везде набережная В Москве, Ленинграде, в каких бы я городах была Красота У нас ничего нету Приречный район удален от центра Котласа Здесь тихо и спокойно До последнего времени, говорят жители, было зелено Поэтому многие, особенно пенсионеры Приезжают сюда жить Но теперь покой людей нарушен Одна была радость посмотреть С третьего этажа окно Как меняется погода Как все кругом цветет Как идет постепенно С лета, осень, весна Зима, весна И все это было прекрасно А сейчас этого ничего нет и не будет Потому что только будем смотреть Одну крышу и одни машины В общем, весь спокой у нас С этой стройкой ушел В отдел архитектуры звонила Женщина мне ответила, что будет Трехэтажный, трехподъездный дом Жилой Мы, жители этого Приречного района В частности, домов 73-й по Кирово 75-й по Кирово 6-й по Виноградово 71-й по Кирово Мы против категорически строительства Этого жилого дома Но основная причина Почему жители Приречного района Выступают против строительства здесь жилого дома Эта территория находится в границах водоохранной зоны Это еще в 2017 году Когда стройка только началась Людям подтвердила и Котловская межрайонная прокуратура Согласно законодательству Возведение объектов на этой территории возможно Но есть несколько обязательных условий Первое Они, то есть объекты Должны быть оборудованы специальными сооружениями Обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения А также получено согласование на стройку от Росрыболовства Было ли тогда это сделано арендатором земельного участка Доподлинно неизвестно Но три года назад После того, как люди подняли шумиху В том числе и в СМИ Стройка на Виноградово-7 была заморожена Возобновились работы только сейчас Их законность должна установить прокуратура Котловской межрайонной прокуратурой Проводится проверка По факту возведения объекта На улице Виноградова в городе Котлосе По завершению проверки При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования В 2016 году Аукцион на аренду этого земельного участка С целью строительства многоквартирного жилого дома Не состоялся Из двух заявителей в торгах участвовал только один С ним администрация и заключила договор Возвести трехэтажный 27-квартирный дом По адресу Виноградово-7 Как пишет в этом ответе Главный архитектор города Александр Костерев Он должен был до 1 декабря 2018 года К концу подходит 20-й Кто сегодня возобновил строительство? Есть ли у него разрешающие документы? Предусмотрено ли сохранение Находящегося поблизости водного объекта? Эти вопросы мы сегодня отправили В городской отдел архитектуры Елена Кермич, Александр Гаврилова, Олег Сивачек Кот-Ньюс